всем привет вот как видите я еду на дачу в данном видео покажу и расскажу какой я в деревне приобрел заброшенный дом дом с сараем вместе участок не маленькие но очень очень сильно заброшены все везде заросших кустами деревьями в самом доме и в сарае столько хлама мусора горы одним словом сейчас я собрал весь инструмент который мне нужен это казонокосилка триммер бензопила перчатки мусорные мешки и так далее начнем уборку сначала с участка первую очередь скосим траву так как трава очень большая высотой сантиметров 40 может местами и выше пока я стою на стоянке смотрите какая подруга ко мне пришла и наглой мордой просит покушать вот такая птичка это ворона настолько наглая даже лезет нагло в машину не боится вообще ну вот мы уже на участке с семьей уже траву скосили появился вот такой вид совсем неплохой даже очень красиво по сравнению что было до этого теперь давайте немножко пройдемся по участку я немножко вам покажу а потом буду потихоньку все деревья кусты вырезать так сказать убирать мусор и все буду по очереди показывать вам где что и как ну что идем посмотрим соседские собаки лают невозможно еще не узнают думаю что чужой первый раз приехал после того как приобрел данный домик дачу так сказать смотрите как заросших кустами деревьями даже дома не видно что даже дома не видно практически у соседей вот ходят курочки петушки петух чё-то нервничает как видим смотрите как все заросших кустами деревьями даже дома не видно входа так практически вообще не видно вот как выглядит дом вот как то так с этой стороны сейчас обойду с другой стороны покажу как это все выглядит вот там видно это сарай так сказать можно второй домик вот так он выглядит ну что смотрим дальше с обратной стороны дом выглядит вот так несколько окна уже кто-то вставил пластиковых как видим дом полностью из силикатного кирпича вот такое окно в подвале уже поработали вандалы теплоса разбиванные вот такие стоят остальные окна деревянные очень старые вот как то так как видим с этой стороны также окна старые все заросшие страшно кустами вот так выглядит второй вход в дом очень страшно выглядит ну что сделаешь вот такая так скажем веранда вход 2 но его так выглядит с другой стороны дом вот как то так как видите все в кустах деревьях вот такой домик вот как он выглядит принципе я думаю можно полностью восстановить вот уже сливочки растут и так далее вот насколько все заросших входа даже практически не видно еле еле вход вот видим вот такие двери где главный вход старенькие ступеньки вот так все выглядит ну что сейчас берем инструмент триммер бензопилу и погнали убирать дальше участок будем вырезать сейчас деревья кусты и так далее а потом зайдем в дом покажу все в доме как что выглядит что там есть так далее ну что убираем вырезаем и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это медведка. Смотрите, немножко в земле покопался. Даже есть медведки и личинки, так сказать. Вот как они выглядят. Пускай пока живут. Потом разберемся. А теперь работаем дальше. Продолжение следует... Смотрите, какие красавицы живут у меня здесь на участке. Смотрите, как красиво она кушает траву. Это улитка. Прям красавица, какой хороший кадр получился. Видите? Ну ладно, работаем дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова и не внимательно. Подожмите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Он подождё elk онлайн. А.Егорова Ч measurable лак juice. А.Егорова Дую. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Какие гиганты здесь живут, офигею, я таких слизней еще больших, огромных не видел. Вот как все выглядит, здесь мусора, конечно, горы, можно сказать, участок уже очистили от деревьев, кустов. Идем посмотрим в домик в середину. Приобрели домик, домик, конечно, старый, советский, но качественный, стенки очень толстые. Из силикатного кирпича, перекрытие панели, вот здесь такой калюдорчик, вот на второй этаж сделан когда-то, планировался второй этаж. Конечно, надо делать ремонт, но в первую очередь надо делать уборку. Здесь комнаты, печка стоит, вот такая, здесь много печек, здесь плита как бы. Кто-то пробовал вставлять в пластиковые окна даже, вот. Здесь вход в подвал. Металл есть какой-то вот, ящик, пила. Вот такой вход в подвал. Все из бетона, все сделано на совесть, как говорится, с чего было, но на совесть. Надежно, это видно. Мини-комидор в подвал входить. Вот стоят банки с краской. Все ржавые. Не знаю, по лет 30 с этим банком. А там еще есть краска, представляете? Вот такие дела. Ну-ка, смотрим, что тут у нас в подвале. Вот какой подвал. Даже вот висят какие-то сковородки и так далее. Подвал не сильно большой, квадратов 25-30 по виду, но хороший подвал. Кстати, сухой, вода не идет в подвал. Но вот немножечко стенка мокроватая, вот здесь, походу, надо с уличной стороны заделывать. Кно уже развалилось старое. Какие-то провода висят, доски, ящики. Чайничек какой-то, вот стеллаж стоит. В кахли-шмахли какой-то. Обогреватель, что ли. Тут баньки, шкаляньки, как говорится. Вот такая кисточка шустрая, интересно тут. Так, сковородки, опять какие-то кастрюли, плита какая-то. Тут, что у нас. Какая-то банка со смолой или с чем она. Какая-то советская еще эмаль, эмаль. Вот, класс. Я просто хэнсэн. Так, вот. Еще баньки женские какие-то валяются. Так, хампа. Ага. А тут вот клипка какая-то. Ой, хэнсэн. Плиточка какая-то. Короче. Что тут в этом ящике интересно? А, ничего, бусто. Ну, вот такой подвал, ребята. Здесь надо все тоже убрать. Есть, конечно, немножко и ценного. Есть металла. Цветного металла и так далее. Вот такой подвальчик. Ну что. Банки с красками старые, советские. Ну, самое интересное. О, какая кисточка. Офигеть, боже. Ну что, идем посмотрим комнаты. Подходим. Иди, иди, давай быстрее. Так. Тут вот тумбочка висит какая-то. Что-то. Спирт. Лекарство. Лекарство какое-то еще. Вот так. Так, так. Вешалочка. Вот, в каком состоянии комнаты. Вот потолок. Панели. Но краска отваливается уже. Окна. Вот какие. Которые не меняные. Печка с обратной стороны. Так вот. Вторая печка. Вот. Вот такая. Четыре комнаты. Здоровые. Большие. Примерно по 30 квадрат. Конечно, планировка не очень хорошая. Надо немножко переделать. Так, еще покажу четвертую комнату. Вот четвертая комната. Вот еще одна печка. Вот какая. Одним словом. Еще на стенке оставшийся календарь. 1988 года. Видите? Он приклеен еще к стенке. Вот такие дела. Но здесь чуть-чуть культурнее все выглядит. Вот так. Стеньки здесь очень толстые. Смотреть. Здесь. Вот. Стенка такая. С уличной стороны от окна 15 сантиметров где-то. А здесь 40, наверное. И здесь все бетон. Представьте, какая толстая стенка. 50 сантиметров почти. Вот это делали в советские времена на совесть. Хоть домик старенький, но он качественный. Просто требует конкретной уборки и ремонта. Посмотрите, что я нашел в доме на печке. Какую-то плиту. Вот. Фонарь. Пылесос. Пылесос уже современный какой-то. Еще кое-что нашел я в доме. Сейчас покажу. Я еще в доме нашел вот такую микроволновую печь. Сковородку. Ну как-то так. Ну что, продолжаем работать. И так вот я спилил. Несколько деревьев толстых. Так как они у меня были на участке. И уже, как видите, попилил деревья на колодки. Вот так это все выглядит. Как видим, колодок немало. Значит, будет хороших дровишек много. Дальше я очистил вот так территорию. Вот, как видите, вдоль забора. Все выпилил. Все кусты, бэс, сливы и так далее. И все ветки собрал от всех деревьев, кустов в кучу. И буду данные ветки перерабатывать на щепу. Вот таким принципом. Вот таким станком. Данный станок я сделал сам. Как станок я изготавливал. Можете посмотреть. У меня на канале есть видео. Если это кому-то интересно. Субтитры сделал DimaTorzok и так пока я занимался дровами, ветками, перерабатывал их на щепу, мои девочки уже убрали подвал. Вот сколько набрали металла, железа, мусора. Сейчас покажу, как выглядит подвал. Вот. Как видите, все чисто. Вот как выглядит подвал после уборки. Сами видели, что творилось до этого в подвале. А теперь идем посмотрим, как выглядит вся территория, весь участок, после того, как мы убрали его после нашей работы. Вот, как видите, вот так выглядит дом. Трава скошена, все красиво. Кустов, деревьев никаких нету. Как видите, полностью весь дом виден со всех сторон. Вот так это все выглядит. С обратной стороны также вот так все выглядит. Там, как видите, дальше сарай. Возле сарая также все красиво. Вокруг фундаментов, везде нету никакого мусора, никаких кустов, никаких деревьев и так далее. Все по возможности убрали, насколько возможно. Все красиво, аккуратно. Если кому-то интересно, продолжение будет во второй части. Во второй части пойдем наверх, на чердак. Посмотрим, что там творится. И будем убирать полностью чердак. До полной чистоты. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.